Как снизить плохой холестерин? А что делать с этими триглицеридами в крови? А что будет, если там застой желчи? Несмотря на то, что мы эту тему разбирали неоднократно, все-таки мы сегодня остановимся больше на ней, для того, чтобы у нас этот вопрос четко разложился по полочкам. Главное, что нам следует знать о холестерине для начала, ну и кроме того, что вы сдаете, видите, в анализе, да, что есть холестерин плохой, есть холестерин хороший, так называемый ЛПВП и НПВП, липо означает жир. И самая простая правда о холестерине, это то, что холестерин полностью завязан на работе трех органов, ни одного, не только печени, а трех органов сразу. Первое, холестерин завязан на работу печени, безусловно, мы это знаем, потому что именно печень вырабатывает это все, поэтому, да, понятно. Второе, холестерин и его показатели плотно связаны с состоянием нашего кишечника, а именно его микрофлоры, то есть микробиома. Третий орган, это желчный пузырь и непосредственно сама желчь. И вот интересный факт, само слово холестерин, холе, переводится как желчь, желчь, да, чтобы вы понимали, насколько плотная между ними связь. А стерин как жир. Вот, вот вам, пожалуйста, перевод с греческого. Холе, стерин. Желчь, жир. И холестерин нам нужен. Холестерин нам нужен обязательно, потому что благодаря холестерину, хорошему, правильному холестерину, наши сосуды защищены от повреждения, например, от тех же скачков глюкозы. Поэтому, если вам, ну, опять же, это как скандида, если вам кто-то говорит, что можно там понижать весь холестерин сразу и общий ЛПВП, НПВП, и треницей, в общем, все сразу понизить, то это неправильно, потому что, например, при повышенных дозах статинов это может случиться, и ничего хорошего в этом нет. Мало того, я с удовольствием вам скажу, и тоже видела массу таких вопросов про статины. Кто-то их уже принимает, кто-то боится принимать, кто-то слышал, что нельзя принимать. В общем, вопросов по холестерину было от вас огромное множество, и в том числе по поводу альтернативы статинам. Я все это сегодня расскажу. Смотрите, когда ты идешь в лоб, когда ты напрямую пытаешься понижать холестерин, ну, во-первых, ты не знаешь, как это сделать. Да, ты не владеешь информацией достаточного количества. Просто ты идешь к врачу, он тебе говорит по старому протоколу, пей статины, пей вот это, там и начинается метформины, то есть все, пятое-десятое, то есть там уже начинается какой-то полный разнос. На самом деле ничего полезного в этом нет, и статины уже не одно десятилетие некоторые страны не признают, что я их полностью поддерживаю, потому что статины – это как ингибиторы, то есть это то, что подавляет наши естественные процессы. Лучше вмешиваться в процессы правильно, зная, что нужно спровоцировать, зная, что нужно попросить у организма, чтобы он сам снизил выработку, да, плохого, или, например, смог с ним работать. То есть холестерин – это не что-то плохое. Я очень часто у людей спрашивала, что вам приходит на ум, когда вы слышите слово холестерин. Они говорят, холестерин – это что-то плохое, вредное – это то, что плохо отразится на здоровье моих сосудов, может быть, когда-то приведет к тромбозу, там, или ишемии, гипертонии. И этот холестерин точно повышается, когда я ем там мясо, сало и так далее. И стала модна безжировая диета. Именно на этом фоне когда-то давно. Но, слава богу, эти мифы развенчали еще даже до того, как я начала серьезно заниматься интегративной медициной, функциональной, до того, как я начала изучать биохимию процессов тела, до того, как я завершила еще там Гарвардскую медицинскую школу, Ганноверский университет, естественно, научных исследований, до того, как я изучала и веду, июрведу и все остальное. Это уже знали. Итак, самое главное, что я уже сказала, есть хороший и плохой холестерин в низкой плотности. Холестерин должен быть в небольшом количестве, так же, как и свободные триглицериды в коле. Триглицериды – это, грубо говоря, жировые образования. Но представьте себе, наверное, как пузырьки жира, которые недообработались по какой-то причине. Причина совершенно простая. Печень не справилась с обработкой жира. И, соответственно, не использовала ее на свои необходимости и нужды. Поэтому сосуды потом будут от этого очень сильно претерпевать. Чтобы этого не случилось, нам нужно следить за тем, как это регулировать. Итак, еще что важно понимать. Смотрите, у нас даже в самом названии заложена истина, что холестерин связан с работой желчи. И, мало того, сам холестерин означает желчь и жир. Поэтому нам точно нужно себе в голову отложить, что как только вы сталкиваетесь с застоем желчи, ваш холестерин может автоматически подсказать вверх. Да, ну, проще простого, потому что, по сути, желчь – это единственная субстанция, которая помогает печени сбрасывать лишнее. И в том числе связывает вот этот лишний, вредный, старый холестерин, там, да, вот эти вот все липопротеиды низкой плотности, которые уже излишни. Вот оно что. То есть как только у вас застой желчи, это сразу красная строка риски. Это группа риска по повышению холестерина, плохого, вредного и повышения триглицеридов в крови. Вы это должны четко запомнить. Это пункт номер один. Когда вы меня спрашиваете, как понизить холестерин, запомните, запишите, где-то себе там, не знаю, напечатайте. Первое, что нужно сделать, это позаботиться об оттоке желчи. Она должна выходить свободно. Это значит, у вас должен быть график питания, нормальное питье, достаточное количество клетчатки, ну и все то, что мы с вами не раз говорили, все, что провоцирует и образует ее достаточный объем и помогает ее эвакуации. Для этого у нас есть две группы продуктов. Я с удовольствием об этом отдельно видео расскажу, иначе у вас сейчас возникнет некоторая путаница. То есть отдельно про желчь и сейчас отдельно про холестерин. Просто запомните, чтобы понизить холестерин, нам крайне важно, чтобы желчь не застаивалась, чтобы не было застоя. Поэтому пьем трехразовое питание, режимность, не пропускаем приемы пищи, обязательно включаем в рацион воду, горечи, горькие травки, которые мы с вами обсуждали. Это яйцекорий, лопуха, дуванчик, зверобой. Это вот такие смеси, пожалуйста, и для печени, в том числе, где и крушина, и шиповники, и многие другие. Если хотите аптечные средства, не вопрос. Магний помогает расслаблять желчь, желчные протоки помогают желчи выходить свободно. Поэтому это может быть магний, магнитоурат. Это может быть, например, просто отдельно таурин, который я вам предлагала, магний и таурин. Это могут быть, например, такие продукты, которые помогают желчи выталкивать и ее накапливать на себя. Это различные, например, клетчатка с тем же артишоком. Цикорий. Это то, что помогает и поддерживает всю гепатобилярную систему. Вот такой горький чай, чистое здоровье. Вот это чистая печень, здоровый желчный пузырь. И многое другое. То есть все мои рекомендации, их очень много, что можно попить для того, чтобы желчи выходила, для того, чтобы ее образовывалось нормальное количество. Если у вас проблемы с концентрацией желчи, я не раз напоминала про желчные кислоты, которые делают желчь правильной, текучей. Вот магний и желчные кислоты – это фактически первая ступенечка. И сразу же идет пихтовый экстракт, бальзам или подобные горечи, потому что они помогают очищать, чтобы не было застоя, чтобы была хорошая текучесть и концентрация желчи, то есть насыщение желчи правильными необходимыми минералами. В этом помогает еще продукт номер 4. Это различного рода водоросли. Хлорелла, спирулин, келку, ламинария. Не важно, чтобы вы не купили и не ели. Просто чуку-салат вы любите есть. Ну, вообще не важно. Просто водоросли очень насыщены минералами, и они тоже помогают насыщать желчь. Плюс вот эта водичка, которую я вам рекомендовала. Алоэ. Я вам рекомендовала водичку, например, с хлорофилом, или же я вам рекомендовала водичку, в которую вы добавляете даже тот же пихтовый экстракт, бальзам, или вот разбавили, например, в порошке флорелу, спирулину. Пожалуйста, вариантов очень много. Это пункт номер один. Мы заботимся о литогенности желчи, о том, чтобы она не заставилась, правильно концентрировалась. Таким образом мы вообще уберем кучу проблем. И нормализуем холестерин, и кожа великолепная, и волосы шикарные, все блестит, все подтянуто. Кожа эластичная, не сухая, потому что мы благодаря классной, концентрированной, правильной концентрации желчи начнем усваивать те жиры, которые едим. Теперь самое интересное. Пункт номер два. Вредный холестерин, то есть липопротеид низкой плотности, нам важно заботиться о пункте номер два, о котором я сказала. То есть это кишечник. Это второй орган, через который мы можем воздействовать на холестерин, на его уровне хорошего, плохого, там такого-сякого. Некоторым не хватает хорошего, а у некоторых завышены все показатели, включая триглицериды, а вся липидограмма там все блестит, сверкает, и ГГТ повышено, это значит вообще воспаленные желчные протоки, поэтому по-разному бывает. И когда вы видите, что желчь застоя, и что холестерин у вас повышен, это тоже может говорить о дисфункции кишечника, то есть может быть сразу несколько проблем. И воспаление в кишечнике, неважно, чем оно вызвано, запором, диареетом, а какими-то другими процессами. И по факту, что мы имеем, у нас разрушается микрофлора, микробио. А некоторые бактерии кишечника, внимание, регулируют уровень холестерина. Среди них обычные лакто- и бифидобактерии, такие как бифидобактерии, там, Бреве, Лактис, очень там, Соливариус, то есть много, но есть буквально там три-четыре основных, которые помогают нам контролировать холестериновый обмен. И, кстати, доказано, они даже заботятся о весе, то есть они помогают сбросить вес тем, у кого он стоит. То есть несколько причин, почему вес стоит, но как бы один из них, который может сдвинуть, это вот такой процесс работы, это микробио. Любой воспалительный процесс снижается тогда, когда желчь становится в правильной концентрации. В кишечнике усваивается, благодаря вот этому бульончику, все питательные элементы, и благодаря тому, что кишечной флоре есть как там работать. То есть там не развиваются грибки, патогены, бактерии, без хорошей желчи, если она в застое, а наоборот у вас там хорошая микрофлора, вы о ней там заботитесь. То есть получается вот таким образом, варгана желчь, чтобы не была в застое, правильной концентрации и не было воспаления кишечника. Вот так. И теперь пункт номер три. Это как снижать холестерин через жиры. Смешно, но рука рукой, это жир жирообрабатывает. Это правда. То есть для того, чтобы вам отмыть сковородку от прилипшего жира, который вот уже застыл, он уже белый стал, особенно от говядины такое. Когда это случается, что вы делаете? Вы берете средство, наносите на губку и вытираете. В этом средстве всегда есть что-то липофильное, то есть что-то с содержанием масла. Вот как в мыле. Мыло что же сделано из животного жира частично. Дальше вот, когда мы вытираем масляную косметику, мы тоже используем гидрофильное масло. Помните, да? Но тоже масло, несмотря на то, что она там разбавлена водичкой, экстрактами и так далее. То есть для того, чтобы организму избавиться от лишних объемов холестерина, нам нужно, чтобы его, вот этот вот остаток, обязательно обрабатывался ненасыщенными жирами. Они ненасыщенные, это растительные, это легкие, льняное, тыквенные, это семечки. Вот почему я очень много и часто рекомендую использовать растительные семена, масла, орехи в своем рационе, потому что они, по сути, помогают снижать нам нагрузку холестериновую. И вот один из таких видов масел, которые работают, вот там льняное масло хорошо работает, конопляное хорошо снижает воспаление, там работает с холестерином тыквенное. И я показываю вам кедровое масло. Альфа-линольная кислота, она фактически служит предшественником омега-3 кислот, омега-3 жирных кислот, о которых мы с вами, да, наслышанно всегда говорим, что вот они от воспаления, вот они для печени. Да, так и есть. Здесь они фактически в начальном виде, который очень пригодный для организма. Плюс здесь есть кедровая живица, смола, горькая, тот самый терпентин, который помогает отвечать и регулировать сам уровень холестерина и насыщенной желчи. Поэтому, когда у вас нет каких-то острых воспалительных процессов, нету, например, там обострения панкреатита, обострения холецистита, язвы и так далее, то вы, в принципе, можете там неделю подготовить отток желчи, и затем уже переходить на то, чтобы подключать масла в рацион льняное, да, оливковое, вот кедровое, тыквенное, миндальное, любые масла, они помогают растворять животные жиры, они помогают снижать уровень, услышьте меня, 3 глицерида в крови минимум на 30%. Это очень крутая функция, потому что тогда ваши сосуды в безопасности, вам не надо пить татины. И это делают, там, и кусочек авокадо это делает, то есть, ну, пожалуйста, не только семена и орехи можно использовать, орехи с осторожностью, они все-таки жирные, нагрузка на поджелудочную, пока вы все не нормализовали, лучше семена использовать. Жирную рыбу, пожалуйста, там, там, белую, красную, какие хотите, ну, мускулы рыбы, печень трески или масло печени трески. И фактически, благодаря вот этим ненасыщенным жирам снижается уровень плохого холестерина. Мы его берем под контроль, да? И дальше мы переходим с вами к более активной терапии, то есть, к тем веществам, которые участвуют и в регулировке желчи, и в контроле уровня холестерина. Это имбирь, куркума, это черный перец, это антиоксиданты, это противовоспалительные вещества, и это вещества, которые работают и с кровью, и с желчью, и с холестерином, и они тоже контролируют уровень фосфолипидов, да? Смотрите, есть много разных названий жиров. Фосфолипиды, триглицериды, липопротеиды. Это все жирные виды жира, так чтобы объяснить вам проще. И они, из них всех что-то строится. Вот из холестерина строятся, например, все наши гормоны, да, там, защитная, как сетка на наших сосудах, защитный слой. То есть они все используются, значит, вот их высокие уровни тоже негативно сказываются на нас. И мы сами виноваты в том, что эти уровни повышаются, потому что в теле все работает идеально, пока мы не вмешиваемся вот с нашим питанием. И запомните, даже несмотря на то, что я вам говорю про полезные жиры, которые вы должны включать в свой рацион, все должно быть умеренно. Привожу пример пациентов. Очень часто женщины начинают пытаться снизить холестерин и лишний вес, услышав, что помогают растительные жиры, и начинают целый день так. И у них на завтрак там яйца, савокадо, потом еще кусок засоленной рыбы, потом у них еще горсть орехов. Я говорю, смотри, что ты ешь. Ты ешь белок, а потом жир с жиром и жиром. Да, этот жир полезный, но он жир. И она не ест салат, она там не ест зелень, потому что у нее вздутие. Я говорю, смотри, и тогда получается большая нагрузка, даже если это потрясающе полезный жир. Вполне достаточно 2 столовые ложки семян в день, выше крыши. И точно так же нам вполне может быть достаточно там 2 столовые ложки масел в день. Там салат добавили, тут там тыквенный супчик сварили, там 2 креветочки поставили, там туда добавили. Или, например, вы делаете какую-то пасту, у вас ореховая, там кешью жирная, или миндальная паста, или вы там что-то из них готовите, используете как основу растительного молока. Ну, я же не знаю, сколько жира используете вы, но это все должно быть, в принципе, под контролем. И есть соотношение здорового животного жира, растительного, чтобы этот баланс был балансом. То есть нам не нужно превышать этот порог 20% животного жира в день, 80% растительного.